Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем канале мы разбираем моторы, коробки и рассказываем абсолютно всё об запчастях. Айда в наш плейлист, там много всего интересного. В компании «АвтоСтронг-М» вы можете купить отличные качественные запчасти по отличным ценам и с быстрой доставкой. Обратите внимание, сколько у нас турбин, сколько у нас насосов ГУРа, сколько у нас стартеров. Прямо сейчас мы подготовили для вас что-то очень популярное и интересное. Итак, встречаем разбор коробки Jatco GF506E. Пятиступенчатая АКПП Jatco имеет оригинальное обозначение Jet F506E. Такое обозначение она имеет на автомобилях Ford, а также на английских Land Rover, Rover, Jaguar, а также Mitsubishi. На других европейских и японских марках она имеет другое обозначение. Например, у Nissan эта коробка обозначается как RE5F01A. У Mazda GA5AEL. Наибольшее распространение данная коробка получила на автомобилях Volkswagen, а также со платформенников SEAT. Также она устанавливалась на единичной версии Audi A3 с двигателем 1.9TDI. В общем, данная коробка известна ваговодам под индексом 0.9A и 0.9B. И прямо сейчас мы будем разбирать коробку Jatco 506E, снятую с Volkswagen Golf 4 2001 года. Данная коробка предназначена для передачи крутящего момента 350 Нм. Также она может сочетаться с кроссоверным полным приводом и предназначена для поперечной установки с двигателем. Данная коробка конкурировала с Aisin AV 5550SN, а также ZF 5HP19 и 5HP24 для продольной установки. На тот момент, когда выпускалась эта коробка, она обладала всеми функциями, которыми обладали конкуренты. То есть авто нейтраль, адаптивное переключение передач и также Tiptronic, то есть ручное переключение передач. Она ничем не проигрывала конкурентам из Aisin и ZF. Конструктивно коробка Jatco более замороченная, чем у конкурентов. За передаточные числа отвечают аж три планетарных редуктора, которые находятся на разных уровнях. Два здесь, один здесь. А соединены они зубчатой передачей. На выходном валу третьего редуктора располагается ведущая шестерня дифференциала. За переключение передач отвечают шесть пакетов сцеплений, одна тормозная лента и две обгонные муфты. В принципе, по количеству исполнительных элементов эта коробка переплюнула более новые шестиступенчатые КПП с редуктором Le Pelletier. В принципе, то же самое можно сказать и про Aisin 5550 и 5HP19. Полный объем ATF 7 литров для Volkswagen и до 9,7 литра на Mazda MPV. Обычно при замене удается слить 5,7 литров, это если масло удастся слить еще из бублика. Как и в большинстве автоматов, ATF здесь смазывает не только планетарный механизм, но и главную передачу. По замыслу производителя масло здесь залито на весь срок службы. Но желательно проверять уровень каждые 30 тысяч километров и в случае необходимости доливать масло. Конечно, масло в данной коробке надо менять, чтобы снизить воздействие фрикционного осадка. Здесь используется синтетическое ATF. На Mazda установлен щуп для замера уровня масла. Во всех остальных случаях используется отверстие с переливной трубкой. Оно выглядит вот так. То есть винт под внутренний шестигранник. И не стоит его путать с винтом, который крепит тормозную ленту. Если открутите не тот винт, то машина превратится в недвижимость. То есть не будет ехать вперед и назад. Масло заливается через это же отверстие с переливной трубкой, а в Mazda масло заливается через щуп. Для разных марок коробка Jatka имеет отличие, а именно исполнение колокола. Существует как минимум четыре варианта, которые не совместимы с разными марками. Во-вторых, в зависимости от марки, для которой предназначено АКПП, существует как минимум пять электрических разъемов. То есть для Volkswagen Ford и Land Rover разъемы разные. Существуют даже разные разъемы для Mazda, для разных моделей Mazda в зависимости от исполнения селектора АКПП. Также есть разница в гидроблоках и настройках соленоидов. Также есть разница в давлении АТФ для сжатия фрикционов. Для коробок Jatka для Volkswagen совсем другие параметры. Также у коробки 0.9А для Volkswagen немного другое исполнение актуатора тормозной ленты. Основное различие в его крышке под болты, а не под стопорное кольцо. Фильтры АКПП тоже разные. Похожие у Ford, Mazda и англичан. А вот у Volkswagen индивидуальное исполнение. Причем свой фильтр для Charan, свой для Golf и Jetta. На коробке 0.9А установлен теплообменник, на других его нет. По механике есть отличия в профиле входных валов в зависимости от передаточных чисел. На входном валу может быть два или три уплотнительных кольца. В зависимости от марки корпуса главной передачи отличаются. Также имеется два исполнения третьего планетарного редуктора, то есть более длинный 3.47А и более короткий 3.8А. Имеются различия в конструкции пакета фрикционов K4. Говорят, что он может перебрать коробку даже не разбирая ее. Человек, который не нуждается в представлении. Встречаем, Серега. Мы начинаем нашу разборочку. В гидроблоке 9 соленоидов. Три из них самые важные. То есть соленоид линейного давления, соленоид муфты блокировки гидротрансформатора и соленоид тормоза. Все эти три соленоида являются модулирующими, то есть непрерывно контролируют давление гидравлической жидкости. Остальные шесть соленоидов это шифтовики, то есть они открывают либо перекрывают поток АТФ, то есть отвечают за включение передач. Неисправность соленоидов, засорение либо износ каналов гидроблока может привести к толчкам, пинкам и пробуксовкам. Если же соленоид не работает, это может привести к тому, что передача включаться не будет. Также может коробка работать на одной или двух передачах. Также одна из передач может включаться жестко, либо может включаться жестко задняя передача. При износе золотника одного из модулирующих соленоидов появляются сильные толчки при переключении передач. При выходе из строя любого соленоида коробка перестает включать автонейтраль. Ну а если коробка буксует гидротрансформатором, значит есть проблема в соленоиде N91, который управляет муфтой его блокировки. Загрязненное фрикционным осадком масло подтачивает его золотник и канал, а также загрязняет все каналы гидроблока. Бывали случаи, что коробка Jatco не переключалась выше первой передачи до прогрева. В этом были виноваты вот эти два подклинивающих соленоида. Это лечится только их заменой. В этом барабане стоят сразу два пакета сцеплений K3 и K2. Пакет сцепления K3 находится в замкнутом состоянии при движении на третьей, четвертой и пятой передачи. Это самый нагруженный пакет сцепления. Он горит в первую очередь. В нашем случае пакет не сгорел, но он сильно изношен. Пакет сцеплений K2 находится в замкнутом положении при движении задним ходом. По состоянию фрикционов они уже подношены, но не горели. Чтобы рассказать про конструктивный косячок, сейчас мы специально сходим на пресс. В чем же конструктивный косячок? В этом барабане есть поршень, который может дать трещину. Через эту трещину уходит давление и тогда коробка с ударом переключается со второй на третью передачу, а также пробуксовывает на третьей, четвертой и пятой передачи. Это конструктивный дефект. В процессе производитель заменил эту деталь на более надежную. И по ходу вот эта уже усовершенствованная деталь. Она отличается тем, что вот этот выступ меньше и кантик шире. Вот это два простых планетарных редуктора, которые установлены на оси входного вала. Обычно с ними ничего не случается, но если коробка доведена до ручки, то они могут пострадать от фрикционного осадка, а также от обломков, которые могут быть в коробке. Фрикционы тормоза B2 находятся в замкнутом состоянии при движении на второй, четвертой и пятой передаче. Обычно с данными фрикционами ничего не случается, но если они сгорели, то обычно обнаруживается выработка на хабе данного пакета сцепления. По состоянию фрикционов хорошие, но подношенные с пробегом. Пакет сцепления K1 находится в замкнутом состоянии при движении на первой, второй и третьей передаче. Из-за грязного масла барабан может получить повреждения в виде проточки либо задиров. Вот этими тефлоновыми кольцами через задиры либо проточку уходит давление, и пакет сцепления K1 сгорает. По состоянию лучше, чем остальные, но тоже с пробегом. Здесь есть еще вот такая возвратная пружина, которая возвращает поршень в исходное положение. Так вот, бывает, что она разрушается и осколки повреждают планетарный редуктор. Тормоз B1 находится в замкнутом положении только на первой передаче, только в ручном режиме Tiptronic, либо же на задней передаче. По состоянию фрикциона, в принципе, они такие же, как и все. Не горели, но изношены. Это большая муфта свободного хода. Она является опорой для крутящего момента и задействована на всех передачах, кроме пятой передачи и заднего хода. То есть с первой передачи по четвертой передачи. Располовинили коробку и видим дифференциал, входной вал, маслонасос и ведущую шестерню, которая находится на выходном валу третьего планетарного редуктора. Напомним, что дифференциалы для коробок Jatko для разных производителей сильно отличаются. Так вот Ford'у достался самый неудачный, у него срезает шлицы под оси. На магните минимальное количество продуктов износа и фрикционного осадка. А это значит, что тотальных проблем с коробкой не было. Как мы видим, до фильтра можно добраться только лишь раз половине в коробку. То есть производитель не предусмотрел сервисной замены фильтра. Итак, петрушек. Видите, стружка и вот эта стружка. Это бублик. Как мы и говорили в начале, есть три варианта исполнения входного вала. Есть вариант, где три уплотнительных тефлоновых кольца, в нашем случае два. По состоянию маслонасоса у нас все огонь. Никаких задиров на шестернях и на втулке маслонасоса. Сейчас мы подбираемся к третьему планетарному редуктору. Вот он, кстати, вот его солнышко и к тормозной ленте. Тормозная лента остается замкнутой на всех передачах, кроме пятой. В период производства данная лента дорабатывалась, потому что отваливалась вот это ушко. То есть она слабо держалась на каркасе. По состоянию ленты все очень даже хорошо. Напомним, что вот это фрикционный материал, а вот это тот самый болт, который фиксирует тормозную ленту. Многие выкручивают этот болт по ошибке, пытаясь проверить уровень масла. Пакет сцепления K4 в третьем планетарном ряду включает только пятую передачу. Если этот пакет сцепления сгорает, то он обычно сгорает на тяжелых и дизельных автомобилях. Гольф 4 машина не тяжелая, поэтому фрикционы не горели. А вот здесь в третьем планетарном ряду находится малая обгонная муфта, которая участвует во включении первой передачи. В данной коробке три датчика скорости валов. И если с каким-либо из этих датчиков что-нибудь случится, то welcome на разборочку. Разборка закончена и сегодня у нас на разборке первая коробка с тремя планетарными редукторами и в приемлемом состоянии. Серега, резюмируй. Что тут резюмируют? Домой поехали. Спасибо. Пожалуйста. Ну, надо тут прибрать. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok